Смотрите и слушайте YouTube-канал «Живой Гвоздь» и микрофон Лизы Аникиной. В эфире программа «Цена вопроса» Сергея Малик-Сашенко. В общем, как всегда, в это время и в этот день. Сергей Владимирович, здравствуйте. Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Снова рад быть с вами вместе. У меня к вам серьезный вопрос. А у вас остальные вопросы не серьезные? Только один серьезный. Ну, это, мне кажется, самый серьезный. Мы выяснили, что вы санкции вводите против россиян, а теперь оказывается, что вы тоже вот из этих. Из кого? Из СВР. Да, слушайте, а я этого еще не знал. Ну, смотрите, вы пишете, что у вас есть ряд претензий к «Железняку», а мы недавно выяснили, что все, кто против «Железняка», они оказываются из СВР. Или вы что, твиттер не читаете? Нет, я твиттер вообще не читатель, человек, писатель. Ну, смотрите, я, честно говоря, не слышал, чтобы меня связали с СВР. У меня есть официальная бумага от украинского СБУ, что я являюсь агентом ФСБ, которую я получил еще во время работы в Киеве. Вот, поэтому, ну, я не знаю, вряд ли две конкурирующие структуры между собой так жестко готовы меня, что называется, с двух рук кормить. Вот с двух рук отстреливать я еще могу понять, а вот с двух рук кормить я как-то не очень хорошо понимаю. Вот, ну, не знаю, вдруг, может, они уже там поменяли, может, я что-то не знаю, меня уже там, это, перевели из одного в другое, ну, так, не поставив известность. У них, видимо, связь со мной оборвалась давно. Ну, хорошо, а если чуточку серьезнее, что у вас к «Железняку»? У меня к нему ничего. У меня к нему вообще ничего, потому что я не был, по счастью, вкладчиком и клиентом про бизнес-банка, вот, я там не терял никаких денег, мне обидно за людей, которые потеряли там достаточно большие деньги, вот, ну, собственно говоря, никаких личных отношений, мы несколько раз с ним общались, ну, так, как бы, знаете, шапочно, без серьезных разговоров, ну, собственно говоря, и все. Я еще Сергея Леонтьева помню, мы с ним вообще когда-то, вообще чуть ли не лет 20 назад вообще, как-то, ну, очень давно, но тоже мельком так вот, да, вот, ну, поэтому нет никаких личных нас имперсонал, даже бизнеса не было. Я просто спрашиваю из-за того интервью, которое вы дали Бильду, о том, что не совсем корректно брать ворованные деньги тем, кто вроде как борется с российскими властями. Ну, это два разных вопроса. Один вопрос, судьба про бизнес-банка и роль Александра Железняка и, там, его сотоварищей в этом деле, а второе дело, это, каким образом финансируется ФБК, у кого они считают правильным, у кого считают неправильным брать деньги, вот, и, что называется, какие деньги можно брать, какие деньги нельзя брать, вот, и я не знаю, вас в данном случае что интересует, как разворовали про бизнес-банк, ну, достаточно понятно, не он один, и таких банков было много. Центральный банк, ну, начиная с второго, или с какого там, если правильно считать, с третьего пришествия Герасченко с 2000 года, с 99-го года, плюнул на проблему банковского надзора, и ни Герасченко, ни Игнатьев, ни Набиулина в первые годы не считали нужным этим заниматься, вот. Единственный человек, который в Центральной банке хотел этим заниматься и считал, что за банками нужно действительно надзирать и внимательно следить, был Андрей Козлов, которого убили именно за это, за то, что слишком много хотел знать, вот. И поэтому, собственно, вот эта вот логичная такое 15-летняя бездеятельность, да, привела к тому, что банки посчитали, что, или банкиры, точнее говоря, да, банкиры, их владельцы, посчитали, что им можно все, и что деньги вкладчиков, ты, там, банк, это же такая специфическая организация, что он берет деньги вкладчиков и распоряжается ими как своими, да, складывает их от своего имени. Ну, и вот банкиры перепутали свое, в смысле, от имени банка к свое, и как от себя лично. Ну, и было там несколько десятков, несколько сотен банков, банкиров, которые, собственно, пошли по этому пути. Поэтому в истории ProBusinessBank, с одной стороны, нет ничего особенного, ни он первый, ни он последний. С другой стороны, масштабы дыры в ProBusinessBank, там, больше 80 миллиардов рублей, по тому курсу, это, там, 15-й год, ну, это 2,5 миллиарда долларов, наверное, почти 3. Ну, это, конечно, один из крупнейших, как сказать, банкротств или один из крупнейших провалов Центрального банка, как назирателя. Вот, сколько из этих денег досталось, там, лично Железняку, лично Леонтьеву и их подельникам, а сколько досталось тем людям, которых брали они на работу, тем людям из ФСБ, которых они брали к себе на работу, или тем бандитам, у которых они пытались получить крышу, ну, никто же не знает, да. Вот, поэтому, вот, есть история ProBusinessBank, она достаточно прозрачная, в российских судах рассматривалось много и уголовных дел, и арбитражных дел по этим вопросам, есть большое количество документов, которые при желании можно найти. Ну, вот, что называется, я не нашел ни одного внятного документа, ни одного внятного объяснения, которое бы говорило, что нет, мы не украли, а было что-то другое. Вот, поэтому, собственно говоря, у меня к ProBusinessBank, к истории ProBusinessBank нет никаких вопросов, мне с ней все достаточно понятно. А почему в США его считают политическим? Я не слышал, чтобы его считали политическим, да, я не знаю, давали ли ему политическое убежище, но есть несколько банкиров российских, которые, что называется, перепутав свое и свое, вот, два раза, ну, одно свое заменив на свое личное, поняли, что получение политического убежища в странах, в других странах, в недружественных странах, надо сказать, в дружественных странах, почему политическое убежище никто не просил, является такой хорошей формой защиты. И эту дорожку первым протоптал Андрей Бородин из Банка Москвы, который еще там в 2012, по-моему, или 2013 году, тоже был одной из крупнейших таких дыр в банковском надзоре, когда, ну, там, даже не в банковском надзоре, там, в общем, банк ВТБ захотел так недружественное, осуществить недружественное поглощение, и за большие деньги купил банк, у которого была дырка в балансе на 300 миллиардов рублей. Это в то время, там, центральный банк тут же выдал кредит, соответственно, на эти 300 миллиардов, но это тогда уже было 11 миллиардов долларов, то есть, как вообще одно из самых больших банкротств, такие, ну, банкротств нельзя сказать, потому что юридически банкротства не было. Вот, ВТБ пообещал восстановить жизнедеятельность Банка Москвы, но у него так это и не получилось, и куда делись 300 миллиардов, ну, освоили, освоили. Вот, списали потихонечку. Вот Андрей Бородин показал, что если ты получаешь политическое убежище, ну, в данном случае он получил в Великобритании, то после этого любые попытки российских властей судиться в английских судах или в европейских судах, они как-то вот не увенчались успехом. Ну, нельзя же выдавать человека в Россию, если в Ополе преследуют там по политическим мотивам. Почему тут тема хищения банковских денег, она не пользуется популярностью, зато, ну, разговоры о том, что вот кого-то там, ну, например, Сергея Магнитского в тюрьме убили, они как-то вот пользуются таким уважением у иностранных судов зачастую, и поэтому есть, ну, вот я так, что называется, методом не очень долгого розыска, потратив 15 минут в гугле, нашел 6 фамилий российских банкиров, которые в разные годы получили политическое убежище в разных странах. Ну, собственно говоря, вот это такая форма защиты, которая, ну, фактически делает тебя неприкасаемым для любых судебных преследований со стороны российского государства. Насколько я понимаю, вот про Железняка не буду врать, не знаю, да, про, может быть, да, ну, как-то, значит, пропустил. Ну, я видела, что США считают именно его преследование, да, политическое, но вступающие не знают. Вот, ну, это разные вещи, да, одно дело считает, и кто считает, в Америке, в конце концов, живет 330 миллионов человек, вот, и даже если там 1 миллион из них считает, что Железняка, сомневаюсь, что Железняка знает 1 миллион, да, но тем не менее, да, это еще ничего не значит. Я знаю, что вот один из главных акций, главный, наверное, акционер про-бизнес-банка Сергей Леонтьев, у него есть решение суда Лихтенштейна, Люксембурга, Лихтенштейна все-таки, по-моему, да, что его преследование признали политическим, вот, но это защищает его от претензий со стороны российских властей. Я так понимаю, что сейчас к нему претензии предъявляют вкладчики, клиенты банка, которые потеряли там свои деньги, да, ну вот посмотрим, это будет интересный прецедент, насколько якобы политическое преследование якобы со стороны Кремля защищает от, как сказать, гражданского иска со стороны российских граждан. Хорошо, а ваше мнение, есть ли разница, у кого убрать деньги, если ты считаешь, что используешь эти деньги во благо? Ну, мне кажется, что есть, мне кажется, что есть, если вам деньги предлагает убийца, который убил, не знаю, там, 10 человек, ограбил их, взломал, ворвался в помещение банка, убил 20 банковских работников, взял деньги из сейфа и отдал вам 0,01%, ну, 0,01% утащенного из банка. Как вы считаете, этими деньгами можно пользоваться или нет? Вообще ворованное брать можно, если вы точно знаете, что это ворованное. Да, ведь еще там можно какие-то, ну, как сказать, разговоры вести, по-разному оценивать вот эти вот сталинские экспроприации во времен 1905-1907 годов, времен Первой русской революции, когда боевики грабили государственный банк, да, то есть, собственно говоря, банк, банк государя-императора, они грабили кареты, перевозившие деньги, но это, вроде, были как государственные деньги, деньги империи, да, и вот их там тратили на цели революции. Ну, еще как-то можно, да, если встать на... То есть, они, в принципе, конечно, были бандитами, убийцами, все понятно, да, но если встать вот на сторону революционеров, если верить, что революционеры бились за светлое будущее всего человечества, и что они бились с ненавистным, кровавым царским режимом, ну, наверное, вот как-то, ну, если вы сторонник революции, действительно, да, то, наверное, как-то их можно защищать. Но, в принципе, я считаю, что брать заведомо ворованное и даже использовать это на благие цели как-то недопустимо. Хорошо, тогда давайте оставим в покое железняка. План СВР по очернению этой фигуры мы выполнили. Давайте про газ поговорим. Британская разведка утверждает, что в России растут внутренние цены на газ. Я не очень понимаю, про какие именно цены, про какое-то бытовое потребление идет речь, или это имеется в виду продажу, там, государства каким-то компаниям газа. Но с чем это можно связать? Можно... Вроде как, наоборот, должно быть, что здесь газа становится больше, так как его меньше покупают, и он, соответственно, дешевле. Ну, Лиза, сейчас мы по частям. Я вспоминаю историю из своего времени работы в Центральном банке, ну, это же было почти 30 лет назад, да, и ко мне приходит начальник, руководитель службы безопасности, и говорит, Сергей Владимирович, а это какой-нибудь там 96-й, может, 97-й год, не помню. Вот, у нас, знаете, пришло донесение агента службы внешней разведки, вот к нам в Центральный банк, и говорят, что вам обязательно надо с ним ознакомиться. Ну, и дают мне какую-то такую телеграмму распечатанную. Я читаю ее, говорю, слушайте, я неделю-две назад читал это все в газете Financial Times. Да, вот то же самое здесь, там, британская разведка сообщила о том, что в России растут цены на газ. Ну, вообще говоря, не надо вот британской разведке об этом нам сообщать, мы и так это знаем. Мы знаем, что в России цены для бытовых потребителей, то есть для населения, они индексируются раз в год при утверждении бюджета, или во время утверждения, вот это во входе бюджетного процесса. И эта процедура, ну, практически каждый год, там, за редкими-редкими исключениями случается. И объясняется тем, что в России стране есть инфляция, и что Газпрому нужно компенсировать вот этот инфляционный рост. Поэтому никаких особых секретов в этом нет. Да, объяснение достаточно простое. А ваше такое благое намерение, да, если газа в стране много, то давайте снизим цены. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Я думаю, что вы в ад не хотите, поэтому вот эту идею предлагаю, что называется, задвинуть в дальний ящик стола. И мы же понимаем, что от того, что цены на газ в России, вот в данном случае, да, цена на газ, это вещь не эластичная, или так, потребление газа, оно слабо эластично по цене. Но если, наверное, найдутся какие-то компании, да, которые научатся... А что значит слабо-эластичная? Можно, пожалуйста, перевести? Если цена снижается, то потребление растет. Да, вот если цены на бриллианты снизить в 10 раз, то появится гораздо большее количество девушек, которые смогут их себе позволить. Ну, или их молодые люди смогут себе позволить. А если снизить в 100 раз, то еще больше, да. Вот, вот с потреблением газа ситуация выглядит немножечко по-другому, потому что для населения, ну, наверное, есть какая-то эластичность, да, особенно если цены растут, то есть если резко повысить цены на газ, то как-то стараешься следить, включена комфорка или нет. Ну, а если не растут, то, ну, не знаю, можно теплицу отапливать, ну, или еще что-то такое, да. Вот, с промышленными потребителями сложнее, потому что, ну, газ в чистом виде потреблять нельзя, его можно перерабатывать, производить, не знаю, удобрения, производить какие-то химические продукты. Ну, то есть, а для этого нужно иметь соответствующие производственные мощности. Ну, короче говоря, вот, если снизить цены на газ, там, на 1-2 процента, ну, эффект вряд ли будет какой-то серьезный, а если снизить на 20 процентов, ну, возможно, в России появятся какие-нибудь производственные мощности лет через, ну, года через 2-3. Но проблема же состоит в том, что наше национальное достояние, которое называется «Газпром», по итогам 2023 года поимело убытки в размере, там, 700 с лишним, или 800 миллиардов рублей от продажи газа, да, то есть… А это первый раз такие серьезные убытки? Ну, это первый раз главный бизнес «Газпрома», то есть добыча и, там, распределение продажи газа принесла компания убытки. Так, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, создававшийся во время «Газпром», не было такого никогда, и вот опять. Да, поэтому нет, конечно, и понятно, что ситуация в 2024 году будет ничуть не лучше, и, там, в 2025 году она будет ничуть не лучше, потому что сохранять всю эту газотранспортную инфраструктуру, содержать месторождение, все стоит «Газпрома» больших денег, нужно выплачивать деньги по кредитам, нужно платить по решениям европейских судов европейским потребителям за невыполненные контракты, ну и так далее. Вот, ну и понятно, что кроме того, что у «Газпрома» убытки вырастут, ничего хорошего от реализации вот этой светлой идеи не получится, поэтому, как говорится, англичанка, она снова гадит, и давайте мы не будем дуть на мельницу империализма, и посоветуем товарищам, которые сидят в Кремле, не слушать английскую разведку и посчитать, что это все неправда. Нет, подождите, а можете объяснить, почему газ не дешевеет, если его становится в стране больше? Потому что это приведет к росту убытков, потребление газа вырастет, расходы на добычу газа вырастут, а деньги, которые получат «Газпром», будут меньше. Добыча и продажа газа приносят «Газпрома» убытки, чем больше газа он будет продавать, по более низким ценам, выручка будет снижаться, а прибыль не будет расти. А «Газпром» сейчас понижает добычу газа? Конкретно сегодня или в этом году, по-моему, чуть-чуть даже нарастил, но если мы вспомним статистику прошлого года, 2022 и 2023, так на вскидку, я точно не помню, в 2022 чуть ли не на четверть, на 25% снизили добычу газа, и в 2023 году тоже еще процентов на 10 снизили добычу газа. То есть «Газпром» сильно-сильно снизил добычу газа за эти два года после того, как Путин принял решение заморозить Европу, ну или предложил идею, да, не то что решение, а сказал «А давайте-ка мы их заморозим». Просто насколько сложно снижать добычу газа с отлаженными процессами, и куда одевается тот газ, который никто не покупает? Лиз, снижать добычу газа гораздо проще, чем снижать добычу нефти. По большому счету там также закручивается вентиль, как и на газовой конфорке. Вентиль друг-другой. Если вы поройтесь в кадрах хроники, то это можно найти даже, как там Алексей Миллер, руководитель «Газпрома», лично вращает этот вентиль. Был пару раз такой. А, вот эти вот гигантские? Да, 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 да. Вот примерно так закрываются газовые скважины и, соответственно, открываются таким же образом. И газ остается в земле, просто он не поднимается наверх. Поэтому это не требует ни больших финансовых усилий, ни больших физических усилий. С добычей нефти все сложнее и дороже. Вот теперь стало понятнее. Я сочувствую всем, кому нужно использовать газ на постоянной основе, потому что грустно. За последние годы выплаты российским военным и родственникам погибших достигли около трех триллионов рублей, подсчитали аналитики проекта «Ре-Раша». При этом аналитики также полагают, что сумма может быть значительно больше, потому что, во-первых, выплаты увеличиваются. Во-вторых, не до конца понятно, сколько человек погибли, сколько пострадали, сколько ранены и сколько, в общем-то, получают эти самые деньги. Это примерно полтора процента российского ВВП. А, и что? И вот именно, и что? Нет, ну, Лиз, посмотрите. Давайте разберемся. Если в стране полтора процента от ВВП составляют выплаты военным, вот чисто их семьям, что это значит? Для экономики этой самой страны. Ну, это означает, что три триллиона рублей примерно. На самом деле, я эту оценку давал уже давно, и я бы сказал так, что ее нужно разделить на две части. Первая часть – это от полутора до двух триллионов рублей – это выплаты военным, которые, что называется, в районе линии фронта или на фронте, за то, что они убивают других людей, да, собственно, вот это им платят за это. А еще триллион, триллион двести миллиардов – это оценка того, что российские власти платят семьям погибших или раненым солдатам, которые уже не могут воевать дальше. А эта оценка, она строится на гипотезах, соответственно, вы можете заложить любую гипотезу, вы можете сказать, что Россия вообще никого не теряет, вы можете использовать официальные данные Министерства обороны, которые, правда, по-моему, уже года полтора не обновлялись, вы можете использовать данные BBC в партнерстве с кем-то, да, они ведут учет по публикациям в российской прессе, в региональной прессе сообщений о похоронах, о соболезнованиях и так далее. Да, вы можете взять оценку украинских властей, но в зависимости от того, какую из оценок возьмете, у вас может получиться и полтриллиона, и триллион, и даже полтора триллиона в год, но дальше вы упираетесь еще в одну стену, которая называется, а сколько из этих денег Минфин реально заплатил, да, потому что для того, чтобы Минфин произвел все выплаты, у нас же бюрократическое государство, нужно, чтобы семья или, ну, с ранеными солдатами проще, да, потому что они вот все-таки могут там и появиться, и комиссию пройти, а вот семьи погибших им нужно собрать, ну, получить справку, да, что их там сын, муж, брат, сват, пал смертью героев, да, вот в такой-то день, на таком-то месте, и на этой справке командир воинской части должен расписаться и поставить печать, и потому что если такой справки нет, то солдат считается, военнослужащий считается без вести пропавшим, а без вести пропавшим семьям, без вести пропавших никаких компенсаций не положено. И вот сколько реально... Вообще? Даже спустя там какие-то годы? Ну, Лиз, мы же не знаем, что будет через какие-то годы, да, может быть там лет через десять, когда и война закончится, и власть в Кремле поменяется, может быть, будет принято какое-то другое решение, но пока решение Путина и там закон о выплатах касается только семей погибших солдат или раненых солдат, да, то есть вот пропавших без вести к ним не приравнивают. А вдруг они дезертировали, да, а вдруг они уже давно воюют с другой стороны, просто сменили имя и фамилию. Ну, никто же не знает, да, поэтому как бы чего не вышло. Да, и поэтому вот эта вот оценка, скажем так, она действительно может колебаться от двух до трех триллионов рублей, но она не может опуститься ниже полутора триллионов, да, ну, в общем, понятно, что тоже не сильно мало. Вот, много это или мало, и что это означает? Ну, если мы возьмем весь размер российского бюджета, сколько тратит федеральный бюджет, то это примерно 36 триллионов рублей. Да, значит, вот получается, что каждый двенадцатый рубль, это вот либо людям, которые убивают, либо людям, которых убили, солдатам, которых убили. Ну, вот очень грубо, да, то есть один из 12 рублей, он идет вот на эти цели. С точки зрения экономики это означает, что вот, ну, можно собрать там еще 600 тысяч человек, объявить гражданскую мобилизацию какую-нибудь, дать им в руки автоматы Калашникова и дать им возможность стрелять в воздух, сколько они хотят. И платить за это вот примерно те же самые деньги, там, 200 тысяч рублей в месяц на человека. Эффект для экономики примерно такой же, да, ну, потому что экономика будет покупать автоматы Калашникова, армия, армия будет закупать патроны, которыми эти люди стреляют в воздух. Ну, вот положительная, что называется, вся разница состоит в том, что люди, которые будут стрелять в воздух, никого не убивают, да, ни мирных жителей, ни украинских солдат, вот, а люди, которые на фронте, они убивают. Ну, соответственно, вот российская власть платит убийцам вот такие огромные деньги, и эти деньги, естественно, разгоняют ту инфляцию, которая вот так вот сильно беспокоит центральный банк, что он прям спать не может без оружия, да, что им срочно нужно раздать автоматы, пулеметы, пистолеты перед решением о повышении процентной ставки. То есть то, что ставку они повысят, ну, практически уже ни у кого нет сомнений, ну, вот для того, чтобы им было спокойно проводить заседание, чтобы никто не помешал, не ворвался какой-нибудь матрос-железняк, да, я понимаю, что это не однофамилец, а так, совпадение историческое. Вот, ну, и людям нужно, соответственно, для борьбы с инфляцией, им нужны пистолеты. Германия собирается вдвое урезать военную помощь Украине, мне пишет Рейтер. Я понимаю, что мы с вами скептически относимся к публикациям различных СМИ, но тем не менее, с чем может быть связано такое уменьшение финансовой помощи? Лиза, я, правда, не отношусь серьезно к таким публикациям, потому что, если бы мы взяли публикации, ну, например, годичной давности, то ни Рейтер, ни Блумберг, ни Financial Times, ни Wall Street Journal, ни Süddeutsche Zeitung, ни Frankfurt Rallgemeiner, никто не предсказывал, что в течение вот там, 24-го года Германия резко увеличит и военную помощь Украине, и финансовую помощь Украине. Тем не менее, Германия пошла по этому пути. Поэтому, что будет с военной помощью Германии в Украине в следующем году, через год, ну, точно совершенно никто не знает, а вдруг через год уже и война остановится. Вот, но это, вот, что касается, что касается публикации Рейтер, да, я, собственно говоря, это не заявление канцлера Германии, не заявление министра финансов Германии, поэтому это, ну, слухи, слухи, которыми земля полнится, и, может быть, просто журналисту Рейтер нужно было срочно сдать какую-то заметку, которая выйдет на первые полосы и будет обсуждаться, ну, в том числе и в нашем разговоре. Вот, но... Вы думаете, они настолько профнепригодны? Нет, они, наоборот, очень пригодны. Им говорят, что если нужно срочно что-то опубликовать, они очень хорошо, качественно делают заметки, да, либо то, что в Центральном банке России есть сторонники мира, либо то, что Германия сократит расходы на поддержку Украины. Ну, в общем, нам каждый раз практически вот приходится отвечать на какие-то такие разные слухи, гипотезы, разговоры, которые нам подбрасывают, иногда дружественные средства массовой информации, иногда недружественные средства массовой информации. Ну, в общем, это работа журналиста, да, быть настолько талантливым, чтобы когда тебе приходит главный редактор и говорит, что у тебя осталось 10 минут, и за эти 10 минут я должен написать полторы страницы, которые выйдут на первую, ну, полторы страницы там машинописанного текста, не знаю, там, 800 печатных знаков, да, 800 слов, чего не знаю, числов, наверное, да, вот, и ты должен все это делать за 15 минут, вот, ты должен там за 15 минут уже 800 слов положить, и они должны попасть, и у тебя заранее должен быть готов заголовок. Вот, но если, если говорить серьезно, если говорить серьезно, то мне кажется, что и в Европе, и особенно в Америке все больше и больше, ну, не скажу разговоров, но, по крайней мере, размышлений идет в сторону того, а вообще, как, чем и когда может закончиться эта война, да, потому что, ну, все большее количество голосов звучит в пользу тезиса о том, что при нынешнем объеме помощи, военной помощи, которую получает Украина, украинской армии нет шансов победить в войне, да, а если нет шансов победить в войне, то в чем состоит смысл войны, да, вот, и вполне вероятно, что журналисты Рейтера, они, вот, собственно, отреагировали на эти разговоры, на эти слухи, на эти дискуссии вот такой вот заметкой. То есть предпосылки все-таки есть? Ну, слушайте, у любого журналиста, который написал какую-то заметку, есть предпосылки, да, или какая-то мотивация. Ну, нет, я не про журналиста и его заметку, я про то, что Германия, возможно, уменьшит военную помощь украине. Для этого есть предпосылки? Нет, я не вижу. Или все-таки аргументов против больше? Лиз, я вообще, понимаете, слово предпосылки в этом вопросе, оно вообще неправильное, да, потому что, ну, вот в предельном смысле, в крайнем случае уменьшение поста военной поддержки Украины означает, что Украина не получает никакого вооружения от Германии, США и дальше по списку, да, и там украинская армия, она теряет свою боеспособность в течение нескольких месяцев, да, и понятно, что этот сценарий, он не устраивает ни Германию, ни США, ни других их союзников Украины, вот, соответственно, вопрос сокращения военной помощи, ну, он пока не обсуждается, более того, на последнем, на последней встрече НАТО, которая была там неделю назад в Вашингтоне, был принятый план поддержки Украины на сумму аж целых 40 миллиардов долларов, вот, правда, непонятно, каким, какие обязательства это накладывает на страны-участницы, да, каким образом будет контролироваться, что, и какие санкции к тем, кто не будет исполнять эти обязательства, вот, но тем не менее, есть вот такие заявления, да, что поддержка, военная поддержка Украины будет продолжаться, поэтому, ну, вот мы с вами сейчас вот поговорили, там, и за эти пять минут мы нарисовали, чем можно объяснить, если вдруг действительно Германия вообще остановит военную помощь Украине, да, либо война остановится, либо Германия скажет, Украина, погибай, да, и можем сказать, что нет, не остановится, а наоборот, там, военная помощь Германии сократится, но потому, что теперь Германия будет это делать через НАТО, и формально Украине будет помогать НАТО, вот, поэтому я, правда, да, то есть, мне кажется, что эта заметка Рейтера, она сама по себе не является предпосылкой ничего, кроме того, что журналист, написавший ее, получил благодарность. В ряде регионов России сейчас наблюдаются серьезные сбои с электроэнергией. Во-первых, хотелось бы понять, а как это вообще возможно? Почему в России, в России, где столько станций, где столько различных ресурсов, сбоит электроэнергия? А во-вторых, разобраться, как власти с этим справляются? Можно ли говорить о том, что они делают хоть что-то эффективное? Лиз, ну, я не стал бы сейчас прямо сразу начинать с того, что обвинять во всем кровавый путинский режим, да, потому что все-таки выработка и особенно передача электроэнергии на расстояние – это технологический процесс, и как любой технологический процесс, у него могут быть сбои, вызванные разными причинами. Ну, вот, например, в Америке до сих пор очень популярны городские электрические сети, которые идут по воздуху, то есть они не убраны, даже в крупных городах они не убраны под землю, да, они идут по воздуху. В смысле, вот те, которые между домами висят? Да, 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 и между домами, и вдоль дорог, их очень много. Да, зависит от того, как выглядит ваш город. Вот, и, например, вот в Вашингтоне, где я живу, там такой влажный, теплый климат, там большое количество деревьев, город зеленый, парков много, но за счет климата деревья, они лиственные и рыхлые, вот такие мягкие, они быстро растут, но и быстро ломаются и падают. Ну, и, естественно, время от времени они падают, например, на линии электропередач, после чего у вас там в районе или в микрорайоне или в доме электричество исчезает, и, там, вы звоните в энергетическую службу, они говорят, да, 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 мы знаем, мы знаем, мы к вам приедем. А когда? Ну, может, через два часа, хорошо. А могут сказать, вы знаете, сегодня у нас так много всего упало, да, ветер был сильный, ураган, торнадо, поэтому до вас мы раньше, чем через два дня не доберемся. Да, я к тому, что вот, ну, это такие технологические процессы, которые, в общем, наверное, случаются во всех странах, да, и мы помним, я не знаю, помните ли вы, там, вот, в начале 2000-х в Москве там был пожар на одной из подстанций, да, и там пол Москвы, четверть Москвы, блок-аут был такой мощный, да, который использовали для того, чтобы начать реформы Чубайса по реорганизации РАО ЕС, по ее разокрупплению, разделению на компании, на разные виды бизнеса. Вот, поэтому, вот, подробно я, честно скажу, да, я не очень следил за этими событиями, и я, вот, я видел, что есть там проблема с ростовской атомной станцией, что-то там с реактором, да, случилось, его нужно было там один из них заглушить, что-то происходило с передачей, как, с сетями передачи электроэнергии, где-то была очень высокая погода, и, не знаю, неожиданно для всех выросло количество кондиционеров, да, которые стали потреблять большое количество энергии, и сети не выдержали, и так далее. Вот, пока я не видел никакого системного анализа, да, вот, где-то начали ремонт и не успели закончить, где-то не успели начать, а уже остановилось, сломалось, ну, вот, это какие-то такие вещи, да, пока никакого системного объяснения, что вот все это стало результатом провала чего-то, я не вижу. Более того, насколько я понимаю, пока, может быть, за исключением южного региона, вот то, что называется южный федеральный округ, это в первую очередь Краснодарский край, Краснодарский край, Ставрополье, вот, вот, это регион, то, что я видел, это самый напряженный с точки зрения спроса и потребления электроэнергии, да, там, вот, резерв энергетических мощностей очень небольшой, и любой сбой, любая авария, она может вызвать такую цепную реакцию. Вот, в остальных регионах России, насколько я понимаю, пока запасы мощности достаточно велики, и если какие-то сбои проходят локально, ну, они, как правило, имеют локальный характер, да, и здесь, ну, там можно пытаться объяснить причины, но для этого нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. Ну, Путин, он уже объяснился, он сказал, что это майнеры проклятые. Ну, послушайте, Путину, главное, чтобы найти врагов, правда, вот, поэтому вот теперь у него врагами будет майнеры, и мне интересно, когда он понял, что такое майнеры, как ему объяснили, как выглядит этот процесс. А это такие маленькие гоблины, которые электроэнергию крадут. А я думал, это такие маленькие шахтеры в касках, которые рубят уголь, да, в пятилетку за три года рубим уголь для народа, вот, ну, просто объяснить, в чем смысл работы майнеров, я думаю, что Путину с его таким архаичным мышлением было бы очень тяжело, вот, поэтому слово майнер, и вообще, у нас, кстати, недавно, я не помню, то ли уже был принят закон, то ли вот-вот будет принят закон, да, запрещающий использование наставленных слов в государственных учреждениях. Так вот, слово майнер, оно явно иностранное, да, на русский переводится словом шахтер, вот, ну, или, я уж не знаю, ну, правда, нет другого слова в переводе на русский язык. А кибервалюту вы бы чем заменили, учитывая, что и валюта? Нет, ну, нет, кибер очень просто, цифровой, да, хотя я думаю, что это слово какое-нибудь греческое, но оно в русском языке уже достаточно давно прижилось, вот, а валюта, а я не знаю, валюта, наверное, я даже не знаю происхождение этого слова. Ну, цифровой рубль, да, цифровые рубли, ну, цифровые деньги, кстати, вот деньги точно совершенно такое-то, славянское слово. Нет, поэтому многие слова, конечно, можно заменять, вот, но в данном случае, опять, я подозреваю, что Путин плохо понимает, в чем смысл работы майнеров, ну, то есть ему объясняют, да, что они берут электроэнергию, вырабатывают каким-то странным образом из электроэнергии получают биткоины, после чего Путин подскакивает до потолка, вызывает руководителя Росатома, вызывает руководителей там всяких организаций, генерирующих мощность, и говорит, слушайте, ну, у вас же есть электроэнергия, чего вы биткоины не начнете это самое из электроэнергии штамповать, мы сейчас биткоинами завалим весь остальной мир, вот, ну, все бывает. Я проверила, валюта это итальянское слово, русский язык пришло, вероятно, через немецкий. Ну да, у нас проблема серьезная, не у вас, я имею в виду тех, кто остается в России, судя по всему, в ближайшее время будет очень сложно что-то покупать в интернете, потому что российские власти собираются серьезно ужесточить регулирование этой сферы, в частности, заказывать что-то из других стран станет настолько дорого, что большинство компаний даже не будут этим заниматься, там, сложенные декларации, налоги и так далее, и вот мне непонятно, вот заказываю я, не знаю, колечко с Алиэкспресса, вот неужели Владимир Путин это колечко куда-то уперлось? Ну, я думаю, что здесь Владимир Путин явно ни при чем, это нужно идти в другое здание, оно называется Министерство финансов, находится неподалеку от Кремля, вот, и министр финансов жадными глазами смотрит вокруг и думает, где бы еще можно заработать, и в это время видят, видят, что российские граждане через интернет-торговлю, через интернет-магазины покупают товаров аж, не знаю, там, на 10 миллиардов долларов в год, и у него тут же калькулятор в голове включается, но если мы будем собирать хотя бы 10% с этой суммы, то это сразу 100 миллионов, сколько там, 1 миллиард долларов в год, ну, все, деньги неплохие, да, а умножаем 1 миллиард долларов на 90 рублей, получаем 90 миллиардов рублей, но это уже совсем много, вот, попугаях-то оно больше, как известно, получается, вот, и тут же начинаются вопросы, а почему у нас граждане имеют, вот, если вы едете через аэропорт, а, влетаете в Россию, едете на самолете через какой-нибудь аэропорт, да, то таможенник может вас остановить, открыть ваш, попросить открыть ваш чемодан, если он найдет колечко, которое стоит, там, больше, чем 10 тысяч долларов, да, то, в общем, у вас могут быть неприятности, ну, в мягком случае вас заставят заплатить пошлину, а в жестком случае вас еще и уголовное дело могут сфабриковать за то, что вы нарушаете таможенный режим, ввозите недекларированные ценности на территорию Российской Федерации, вот, и, а дальше есть ограничения, что вообще говоря, беспошлина, вот, если вы купили новых товаров, я же не помню, сейчас там тысяча евро, по-моему, лимит остался, может, даже его уже снизили, то есть, в принципе, въезжая в Российскую Федерацию после шопинга в каких-то странах или после туристической поездки, из которой вы везете все сувениры, вы должны посчитать стоимость этих сувениров и сказать, вы знаете, я купила сувениров там на тысячу один евро, и поэтому давайте вы меня с одного евро возьмите таможенную пошлину, ну, если таможенник добрый, то возьмет пошлину с одного евро, а если у него плохое настроение, и конец месяца надо план выполнять, то вы заплатите пошлину с тысячи одного евро, вот, ну, и, собственно говоря, если есть ограничения при ввозе, ну, вот, что называется, в ручной кладе, да, или в багаже, как говорится, лично в своем багаже, то почему не должно быть таможенной пошлины, когда вы покупаете что-то через интернет? Я думаю, что с этим все связано, и, конечно, запретить там международную торговлю, закупить скури, закрепить, запретить покупки через интернет-магазины будет невозможно, да и, собственно говоря, вот в самом этом запрете для российских властей нет смысла, потому что, ну, так или иначе, это вот один из тех каналов, то, что он получил название параллельного импорта, да, когда государство не делает ничего, в смысле ничего хорошего, ничего плохого, а товары на территории Российской Федерации появляются вот самым волшебным образом, да, вот так и хочется сказать, вот она невидимая рука рынка, которую Путин не знает и не ощущает, да, не понимает, как она работает, вот ему надо сказать, вот, Владимир Владимирович, смотрите, мы же с вами ничего не делаем, да, вот нам на 10 миллиардов товаров в Россию приезжает, вот, что называется, после того, как люди нажимают несколько кнопочек на своем компьютере. Ну нет, подождите, речь не идет о пошлинах. Пошлины уже ввезены, я это ощутила, мне не понравилось, это уже работает. Речь идет о том, что даже более дешевые товары будут возить крайне сложно. Вот РБК пишет со ссылкой на свои источники, что теперь заказанные товары нужно будет оформлять через какие-то сложные пакеты разрешительных документов, так, как это делает крупный бизнес, то есть вот ты для себя пытаешься что-то ввести, это уже не будет товаром для личного пользования, это тебе нужно будет как-то очень сложно декларировать, и часть товаров может, в принципе, перестать доставляться на территорию России. Лиз, я еще не слышал такого, но опять можно предположить, что какая-нибудь дружественная к таможенной службе структура решила подзаработать и уговорила таможенников создать такой программный продукт, который нужно будет купить, установить, за бюджетные деньги разработать. Вопрос, что мы с этого получим, говорим, а вот, смотрите, мы сейчас ведем такую замороченную систему со сбора документов, что все девушки, мечтающие купить колечко на Алиэкспрессе, устанут, а тут он скажет, слушайте, а у нас есть посредники, которые для вас хотите любую документацию за небольшие деньги оформят. Ну вот, что называется, такой бизнес, я думаю, что новостейки. Опять, я повторю, я не вижу смысла в запрете онлайновой торговли для покупки из иностранных магазинов. Это, ну, явно вредит, будет вредить российской экономике, то есть стабильности, которая существует в понимании Путина. Вот, я все-таки не считаю, что, ну, то есть, я считаю, что, как сказать, вокруг него достаточное количество министров-экономистов, которые это смогут ему объяснить, что это решение или эта идея, она вредная и кроме вреда ничего не принесет, пользы ни в чем не видно. У нас еще одна большая тема, которую мне бы точно хотелось успеть обсудить, это Трамп, Байден, предстоящие выборы, покушение на Дональда Трампа и все вот около-около этого. Какая сейчас ситуация и как изменило покушение на Трампа обстановку в США? Ну, давайте начнем с конца, значит, нас же всех интересует, что произойдет 5 ноября на выборах, да? Вот, и если мы смотрим с прицелом на выборы, то вот эта неделя, которая, недели меньше, да, прошла после покушения на Трампа, привела к тому, что республиканская партия или там все сильные лидеры республиканской партии консолидировались вокруг Трампа и, собственно, последние места Ники Хейли и Рон де Сантис, которые на съезде республиканской партии заявили, что они поддерживают Трампа и что республиканская партия будет единой, да, и даже вот откладывая в сторону тему, что у Трампа появляется ореул такого мученика, ореул жертвы, на который, несомненно, может добавить ему голосов, но мы видим, что республиканская партия консолидировалась и выбор Трампа, выбор им Джейди Вэнса, сенатора от штата Огайо в качестве своего напарника на посту вице-президента, вот это открыло Трампу дорогу к деньгам технологических инвесторов, потому что сразу же после этого Илон Маск заявил, что он будет давать 45 миллионов долларов ежемесячно и еще несколько крупных технологических инвесторов заявили о том, что они будут поддерживать избирательную компанию Дональда Трампа, ровно потому, что у Вэнса, Вэнс начинал работу после окончания университета, юридической школы университета Ель в венчурном бизнесе, и он хорошо понимает проблему венчурного бизнеса, он хорошо понимает разницу между крупным бизнесом и мелким бизнесом, и вот его история, его позиция по этому вопросу, она пользуется поддержкой, и вот мы видим, что такие потенциальные финансовые спонсоры республиканской партии отреагировали, при том, что раньше, как правило, технологические инвесторы давали деньги демократической партии. Вот, это, соответственно, вот эти несколько дней после покушения на Трампа, они явно усилили позиции позиции Трампа перед 5 ноября, повысили его шансы. В демократической партии все наоборот, в демократической партии, ну, как бы так, как бы мягко сказать, Джо Байдену удалось смягчить давление на самого себя, которое появилось после его неудачных дебатов с Дональдом Трампом, вот, как бы, хотя не публичное давление, оно еще продолжается, и время от времени говорится о том, что вот там какие-то члены Палаты представителей написали письмо Трампа, какие-то сенаторы выразили свою позицию, вот, но в целом Джо Байден как-то очень энергично провел несколько публичных мероприятий, где громко разговаривал на разные темы, демонстрируя, что он в хорошей физической форме, даже, знаете, какой-то бег на месте вот так, когда стоит, знаете, я не знаю, в России не видел ни разу, а в Америке, когда дойдешь к светофору, красный свет, там человек подбегает и бежит, как бы, на месте, да, и вот Байден несколько раз, уходя с трибуны, чтобы видели, что он никак не спотыкается, он такой ленивый, как бы, имитацию того, что он тоже бежит, да, что он такой бодрячок, вот, и, вот, ну, собственно говоря, это как-то вот вопрос его физической формы, ну, вроде ушел на второй план, с другой стороны, прямо сейчас ему сниматься совсем не с руки, потому что был съезд республиканцев, и это было бы использовано неправильно, вот, но раскол в демократической партии, он продолжается, разговор о том, должен или не должен идти Байден, продолжается, вот, а самое главное, что вчера Байден выступил с очередным, на очередном митинге, и сделал какой-то такой, я бы сказал так, крутой поворот в своей предвыборной программе в левую сторону, да, то есть, вот, вместо того, чтобы, казалось бы, нужно биться за голоса избирателей, которые не определились, да, которые между демократами и между республиканцами, примерно треть американцев, а Байден озвучил несколько лозунгов из такой крайней левой повестки, и списание долгов, и повышение выплат по медицинским страховкам, ну, и так далее, там ограничение роста цен на жилье, ну, то есть, такая абсолютно-абсолютно левацкая, крайне левая демократическая повестка, что понятно, что угодит. А я думала, подождите, я думала, что всем такое нравится. Ну, всем такое нравится, но в отличие от бытового потребителя, да, у американцев в голове очень хорошо понятно, что если кому-то что-то государство платит, значит, у кого-то для этого оно что-то возьмет. Не надо забывать, что в Америке, в федеральном бюджете 85% это деньги физических лиц, это подоходный налог и взносы на социальное страхование. 85%, да, то есть практически каждый доллар или каждый цент, который тратится из федерального бюджета, он взят из кармана налогоплательщиков. И налогоплательщики об этом никогда не забывают. Вот, и, собственно говоря, получается, что вот в тот момент, когда республиканская партия консолидировалась, вот как-то демократическая партия, наоборот, вот ее как бы раздрай, раздрай в ее рядах или неопределенность с политической линией, она еще больше усилилась. Поэтому, ну, то есть, если ставить оценки этим дням с точки зрения, с прицелом на 5 ноября, я бы сказал так, да, что позиция республиканцев усилилась, позиция демократов ослабляет. Хорошо, но если говорить по поводу Байдена, потому что вы говорите, что он демонстрирует бодрость, что он бегает на месте, но кажется, это не очень продуктивно, это не дает того эффекта, на который Байден рассчитывает, потому что, судя по всему, даже до покушения Трампа Байдена хотели заменить очень многие, сейчас, наверное, хотят еще больше. Лиза, вы абсолютно правы, и проблема только состоит в том, что снять Джо Байдена с пробега невозможно, без его желания, да, то есть нормативный... А он не желает. А он не желает. А вот у человека, понимаете как, он, вот вся его, вот все эти выступления на митингах, они, конечно, хороши и, понятно, ну, выглядит он действительно лучше, чем он выглядел на дебатах, сильно лучше, да, только проблема в том, что это, когда он выступает на митинге, на любом митинге, то это заранее подготовленная речь, да, то есть ему, ну, как минимум пишутся тезисы, как минимум пишутся какие-то аргументы, да, то есть он готовится, это выступление, к которому готовится, и в принципе, выступление на митинге, это не есть свидетельство твоих ментальных способностей, они ничего не говорят о его способности реагировать на ситуацию, принимать решения, отвечать на неожиданные вопросы и так далее. Вот, а самое главное, да, что Байден погрузил себя, ну, примерно так же, как Путин, в такой информационный пузырь, да, в который входит только то, что ему приятно. Ну, например, в одном из своих там последних интервью, по-моему, там, да, тому же самому Стефанополосу, бывший помощник Клинтон, такой, один из известных американских политтехнологов, а сейчас он один из самых ярких ведущих на телевидении, вот так вот, демократическая, ориентация на демократическую партию, вот, он сказал, что нет никаких опросов, результатов опросов, которые бы свидетельствовали о том, что я проигрываю, да, или что, наверное, Камалу Харрис может выступить лучше меня, то есть все опросы, вот, которые видно, да, такие нейтральные, усредненные, они говорят, что позиции Байдена ухудшаются, он говорит, а я такого не вижу, а нормативные документы демократической партии, они прописаны таким образом, что вот те делегаты съезда, которых избрали по итогам первичных выборов, у них есть жесткое обязательство голосовать за Трампа, ну, то есть есть юристы, которые пытаются обосновать, что можно как-то по-другому, что есть какие-то хитрые пути, но эта позиция пока не встречает поддержки, да, то есть вот если все идет, что называется, как запланировано, то в начале августа состоится съезд демократической партии, и там, ну, фактически в автоматическом режиме из одного кандидата один, да, как в Советском Союзе, делегаты должны будут проголосовать за Джо Байдена. Если он сам не откажется от этой своей позиции, да, желания продолжать пробег, да, то, конечно, он будет включен в бюллетень. Вот, вот здесь, правда, как бы, знаете, можно сказать, что его позиция несколько смягчилась, ну, или, как бы сказать, начала, шаталась, пошаталась, он сам личного мнения, да, он сказал, что, в принципе, ну, конечно, может быть такое, что я и сойду с пробега, но только в том случае, если врачи мне скажут, что мое здоровье, там, мое физическое состояние, да, он этого не выдержит. Ну, вот уже хотя бы, вот уже там про результаты опросов все забыли, да, что он говорит, что все опросы, пусть опросы покажут, что я точно проиграю. Ну, нет таких опросов, да, которые скажут, что ты точно проиграешь. Потому что достаточно вспомнить выборы 2016 года, когда все опросы точно говорили, что Хиллари Клинтон выиграет, да, а выиграл Дональд Трамп. Вот, поэтому, вот, ну, тем не менее, вот какая-то такая неуверенность, ну, или, скажем, сказать, такую маленькую дверцу Джо Байден приоткрыл к тому, что он, в принципе, может отказаться. Зачем Дональд Трампу Джеймс Вэнс, и кто это вообще такой? Джеймс Вэнс – это молодой американский политик, ему 39 лет. Политик не только в силу возраста, да, но и, в принципе, он избрался в Сенат с первого захода осенью 22-го года, и до этого он не занимался никакой политической деятельностью. То есть его и политический опыт, ну, фактически минимальный. Он отслужил в морской пехоте 4 года, в американской, соответственно, закончил два университета по политическим наукам и философии с отличием и юридической, работал в венчурном бизнесе, работал, там, свой бизнес создавал, работал в некоммерческих организациях, написал книгу, которая в 2016 году вышла за 5 месяцев до выборов, и на самом деле он родом из такого бедных промышленных районов США, из штата Агайи, и, собственно говоря, вот это те избиратели, которые голосовали за Трампа. Его книга пользовалась диким успехом, потому что через 5 месяцев избрали Трампа, а вот он описывает, собственно говоря, людей, которые голосовали за Трампа, как они смотрят на жизнь, почему у них такая жизнь. Вот, собственно говоря, такая история. И в 2016 году он был категорическим противником Трампа, называл его всякими нехорошими словами, и идиотом, и культурным героином, и американским Гитлером, вот, и, в общем, ну, никак, ни в какую не хотел его признавать как политического лидера, категорически был против него. Но постепенно его позиция менялась, и уже в 2019 году он попал на встречу республиканцев, и он как-то, его пригласили, он просто послушал, и все равно его позиция не изменилась. А когда в 2021 году он решил идти на выборы, то он как-то понял, что у него есть окошко возможностей, вот, что называется, встать под знаменно республиканской партии, потому что он в тот момент сказал, вы знаете, я посмотрел на результаты политики Трампа, кстати, я об этом часто говорю, да, что нужно смотреть не на слова, которые говорит Дональд Трамп, а на те дела, которые он сделан как президент. Ну, и, видимо, Вэнс то же самое сделал и сказал, что вот это совсем не то, чего я от него ожидал, то есть результаты намного превосходили все мои ожидания. Вот, зачем Трампу нужен Вэнс, очень понятно. Во-первых, это молодое лицо, энергичное, он очень хорошо говорит, он очень красиво, гладко, логично, с аргументами говорит, вот, соответственно, он пользуется любовью и популярностей у спонсоров, у доноров, он стал самым удачным или самым крупным фандрайзером для избирательной кампании Трампа, вот, на контрасте с Джо Байденом и даже на контрасте с Трампом, на контрасте с Камалу Харрис, она на 20 лет старше его. Понятно, что вот его молодое, такое, энергичное лицо, оно всегда будет добавлять очки в эту избирательную кампанию. Вот, а самое главное, что Вэнс, он происходит вот из штата Огайо, собственно говоря, ему хорошо знакомы проблемы рабочего класса, а это вот те самые колеблющиеся штаты, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, которые Трампу надо выигрывать. То есть, с точки зрения избирательной кампании Вэнс должен будет обеспечить поддержку вот в этих ключевых штатах, которые будут определять исход выборов. А с более долгосрочной, понятно, что если у Вэнса сложатся отношения с Трампом и дальше, если они найдут правильное, как строить свои отношения, то Вэнс может стать вот этим, как говорят, новым лицом вот этого Америка на первом месте, главное дело Америка, на многие годы вперед. То есть, это как бы потенциально следующее поколение, как с перескаком, да, ведь получается, что Трампу 78 лет, а ему 39 лет, то есть разница там 40 лет, получается, что сразу через два поколения перескакивают политики республиканской партии. То, что эти демократы так и не смогли сделать, вот у республиканцев... Учитывая возраст обоих кандидатов в президенты, это довольно существенно. Нам заканчивать пора, к сожалению, уже... Это была программа «Цена вопросов» от Сергея Малик-Сашенко. Мы заканчиваем. Спасибо большое, ставьте лайки и хорошего вечера. Спасибо большое, до свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok